Всем привет! На данный момент все, что раньше годилось туристу, пригодится вам дома. Будь то живешь ты в квартире или живешь в частном доме. Такие вот ништяки, которые у тебя может и валяются, а может и даже ты не рассчитывал их приобретать, потому что ты не турист, не рыбак, не охотник. А на данный момент ты становишься и туристом, и рыбаком, и охотником. Горелка. Горелка с судного дня. То устройство, которое поможет тебе не замерзнуть, с голоду не умереть. Не замерзнуть, почему? Потому что не обогреешь ты им, понятно, дом свой, жилище. Но закипятить воды и выпить горячего чая сможешь. Инструкция. Китайское производство. Это неудивительно, все сейчас делается, производится в Китае, для Европы. Почему я так решил, можете посмотреть на количество языков в инструкции. Ничего сложного нету. Из чего состоит? Из самой горелки. Металл. Все металл здесь. Металл плотный. Кран регулировки подачи газа. Соответственно, когда зажигаем и горение регулировки. И пластиковый корпус, в который помещаем баллон с газом. Вот такой баллон-расходник. 190 грамм. Вот такой вот баллон. Сразу какой первый минус? Ну, как бы, может, минус, а может, это и не минус. Но, как для меня. Его, если ты устанавливаешь, ты установил его один раз. И извлечь его, чтобы хранить, например, отдельно от горелки, невозможно. Чеку срываешь, устанавливая вот эту вот. И дальше, извлекая его, например, из горелки, то попросту, скорее всего, выйдет газ. Не видел я и сам не экспериментировал. Потому что вот горелка, первую я вам показываю, сам ее изучал. Это все разборное, гайка. Корпус вот этот вот, стакан пластиковый, можно снимать. Не хрупкий он, пластик такой, эластичный, как на морозе будет, не проверял. Факт тому, что в сборе, когда эта вся команда будет, вот так, то сверху можно ставить, я думаю, даже, ну, ведро с водой 10-литровое, я думаю, ставить можно. Расход у горелки 80 грамм газа в час. Тут характеристики есть, прописаны на каждом языке. Так, 1,1 киловатт час мощность, 80 грамм, 80 грамм час, размер горелки 0,25 миллиметра. Тут, в общем-то, вот все прописано, основное. Ну, и давайте сделаем так, как нарисовано. Устанавливаем в стакан. Кстати, там дальше, давайте, сама система какая. Уплотнительное резиновое кольцо, то есть, уплотнительное резиновое уплотнение. И вот этот пятак, он подпружинен. То есть, сам штуцер подпружинен. И за счет этого уплотнения газ не выходит. Но, по моему мнению, все равно газ будет улетучиваться через какое-то время. Поэтому тут, ну, вот этот минус и проявляется. Надели и закручиваем горелку до конца. При этом кран должен быть закрыт. Обязательно проверяем. Слышно по звуку. Сработала система активации баллона. Так, а ну, нюхаю. Нет, газ. Газ при этом не вышел. Плотно закручиваю, как это возможно. Какой еще минус? Нету пьезоподжига. Ну, может, я много их хочу. Пишите свои соображения по этому поводу. Поэтому нужна или зажигалка при этом, или спички при поджиге. Могли бы, конечно, на кране сделать пьезоподжиг, но нету. Так, приоткручиваю. Готово. Огонь есть. Горит. Плохо его видно на камеру, но есть. И регулировка. Хорошо увеличивает пламя горения. И тухнет при закрытии крана. Перекрыли потачу газа. Горелка выключилась. Потухла. Понятно, после этого не хватаем за железные части, которые нагретые, потому что будет ожог сразу. Ну и что? Ставишь консервы подогреть, железную кружку ставишь, греешь кипяток себе для чая. Варишь какую-то кашу в небольшой кастрюле. Все это возможно. Небольшую сковородочку ставишь. Да и даже и большую, но тут главное сковородка, чтобы не перевернулась, не вывернулась на вас. Технику безопасности придерживаемся правил и используем эту горелку не только на улице, но и дома. При условии, что проветривание будет у вас, ее можно использовать также долго. Баллоны эти есть в продаже. Они недорого стоят. Именно вот этот вариант баллонов одноразовых. То есть, чеку пробили. И все, мы эту горелку в таком вот состоянии и храним. До того, пока не закончится в баллоне газ. Закончился в баллоне газ, тогда мы можем извлекать баллон. Есть такие баллоны по такому типу, по формату, но с переходником для вкручивания портативной горелки. Те варианты подороже, эти баллоны подешевле. Продаются они везде пока. Поэтому можно запасно купить несколько штук. Понятно, что не запасешься, но себя все равно запасать как-то надо. И вариант вот этого вот горелки этой очень такие классные, как по мне. Оставляйте свои комментарии по этому поводу. Пишите, как вы готовитесь к зиме, к нестандартной зиме, которую будем переживать с вами вместе в Украине. Всем удачи, до следующих видео. Ссылку где найду? Я не знаю, я на Алиэкспресс ее не заказывал. Понятно, что это китайское производство. Если найду на Алиэкспресс, оставлю. А так вы ищите в интернете и приобретайте. Подписывайтесь на канал, телеграм, инстаграм. Все ссылки в описании к видео. Всем удачи, до следующих видео.